Привет, с вами инспектор гаджет. Голос, голос, голосок, скажи ты тут? Да, я тут. Ну и славненько. А вы? Вы-то тут? Отличненько, все в сборе. Во-первых, большое спасибо, что продолжаете слать тупые гаджеты. Некоторые мы даже сегодня покажем. Вот только нужно, знаете, нужно слать еще более тупорылые. Так, чтобы все вместе и ба-га-га-га-га. Ну а во-вторых, по традиции начнем с FaleCodeNews и отправимся в Японию. Вон, зацените фоточку. PSP Mini. Думаете, что играть в нее можно только зубочисткой? Секрет в другом. В Японии они ведь все умные, да умные. Поэтому они не PSP уменьшили, а зажигалку увеличили. Вот такой вот смех. Голосок, противник фейк это наш. Что там с другими девайсами? Все в порядке? Могу начать рассказ, если ты закончил зомбировать? Я? Да. Rhythmix RF9800. Сразу и не разберешь, что за устройство попало тебе в руки. Коммуникатор или мультимедийный плеер? В данном случае у нас как раз плеер на базе флэш-памяти под названием Rhythmix RF9800. Корпус плеера пластиковый, глянцевый, маркий. Rhythmix смотрится достаточно толстеньким, 12 мм. Да и рамка вокруг его трехдюймового экрана выглядит широкой. Зато, благодаря использованию пластика вместо металла, масса плеера составляет всего 74 грамма. Сенсорный экран выполнен по классической резистивной технологии, так что работать с ним придется по старинке, идущим в комплекте пером. Разрешение дисплея Rhythmix 400 на 240 точек. Он отображает 260 тысяч оттенков. Плеер управляется из экранного меню вполне интуитивно. Функциональность музыкального плеера и радиоприемника в Rhythmix RF9800 вполне стандартная. Разве что возможность записи радиотрансляций реализована удобнее, чем в среднем у конкурентов. А вот режим ведения заметок нетипичная для плеера особенность. Как видите, для заметок заготовлены предварительные эскизы, и на их основе можно создать свои собственные записи, тексты и рисунки. На Rhythmix RF9800 можно даже отображать текстовые файлы. Правда, читать длинные тексты окажется не слишком удобно. На экран плеера помещается всего 5 строк текста. От полной зарядки Rhythmix RF9800 работает в режиме аудиоплеера непрерывно практически сутки, что в принципе неплохо. В качестве радиоприемника почти вдвое меньше, что впрочем тоже терпимо. Небольшие габариты и масса, цена в районе 5000 рублей, функциональности на добротном среднем уровне. Если вам все это по душе, можете обратить на этот плеер самое пристальное внимание. Вы, наверное, ждете, когда же мы начнем розыгрыш материнской платы. Ждите-ждите, все будет. А сейчас голос расскажет вам... Кстати, о чем ты будешь рассказывать? Коммуникатор с экраном WVGA G-Smart S1200. Так, стоять! Слушай, голос, а поинтереснее нет у тебя? Есть, LG BL40, шоколадка. Скучный ты голос, скучный. Ладно, давай обзор своего коммуникатора с экраном. Гигабайт G-Smart S1200. Коммуникатор работает под управлением Windows Mobile 6.1. Вполне вероятно, что со временем его владельцы смогут сменить эту систему на более современную, версии 6.5. Это было бы очень кстати, учитывая, что сенсорный дисплей G-Smart S1200 с диагональю 3 дюйма и разрешением 800 на 480 просто создан для пальцевого ввода. А у Windows Mobile 6.5 с этим гораздо меньше проблем, чем у версии 6.1. Излишне говорить, что G-Smart S1200 обеспечивает связь во всех современных сотовых сетях, включая 3G, а также способен принимать и обрабатывать сигналы со спутников GPS. Процессор производства известной компании Qualcomm, на котором построен коммуникатор, имеет частоту 528 МГц. Но несмотря на это, коммуникатор очень часто дает такие тормоза, что и удаешься. Внешний вид G-Smart S1200 вызывает двоякое ощущение. С одной стороны приятная мордочка, с другой задняя панель сделана из пластмассы не самого лучшего качества. Отрадно, что Gigabyte не стала ждать милости от Microsoft и снабдила свой новый коммуникатор программной оболочкой собственной разработки. В результате, даже без обновления операционной системы до версии 6.5, пользователю становится доступны пальцевый ввод и управление. К сожалению, оболочка работает не совсем идеально и порой притормаживает. Фирменный интерфейс Gigabyte SmartPak включает в себя полезные виджеты, которые можно настроить по собственному вкусу. Вплоть до того, что пользователь вправе самостоятельно определить, какие приложения будут ассоциироваться с теми или иными виджетами. G-Smart S1200 оснащен 3-мегапиксельной камерой с автофокусом. Стандарт для устройств этого класса. Есть слот расширения для карт microSD, помимо 256 МБ встроенной памяти. Аргументов против практически нет. Всего в меру, все на месте. Цена, по мнению редакции, немного завышена. 16-17 тысяч рублей за такой аппарат. Сомнительное удовольствие. Ну вот мы и добрались, голос, до СТГ. Тупых гаджетов на свете много и каждую неделю мы выбираем одного лучшего представителя. Кстати, с вашей помощью. Сегодня... Слушай, голос, а может ты? С большим удовольствием. Флешка, способная оттарабанить ваш ноутбук, комп, в общем, все, где есть USB-разъем. Отличная вещь! 10 баллов! С жирным, вот таким вот плюсом. Ну и вдогонку, раз пошла такая пьянка, но вне конкурса. Приемник, на котором даже не стремно послушать радиоотдача. А настройка волны это отдельное удовольствие. У-у-у, это надолго. Оставим его. LG New Chocolate BL40 Телефон New Chocolate BL40 – то, чего давно ждали от Nokia, но получили от LG. Телефон, сочетающий в себе стиль и многофункциональность. Модель New Chocolate BL40 выглядит действительно самой настоящей моделью с подиума среди смартфонов и коммуникаторов. Его высота составляет 128 мм, ширина 51 мм, а толщина всего 10,9 мм. Масса же 129 граммов. Сенсорный экран с разрешением 800 на 345 точек способен отображать 16 миллионов оттенков. Если первая приятность – это внешний вид, то вторая – интерфейс. Все работает, как должно работать. Оболочка отвечает на манипуляции пальцем так, как должна отвечать. Тормозов не замечено. Браво, LG! New Chocolate BL40 снабжен 5-мегапиксельной камерой с оптикой Schneider Kreutzner, которая способна вести запись в формате 720 на 480 точек при 30 кадрах в секунду. Для хранения мультимедийных приложений и файлов в вашем распоряжении 1 гигабайт встроенной памяти. Увеличение объема памяти до 32 гигабайт возможно за счет карт microSD. Из наиболее актуального программного обеспечения надо отметить навигационный комплекс Google Maps. Ну а в отсутствии бесплатного канала связи с интернетом лучше пользоваться другим навигационным ПО – Vice Pilot. Единственный минус данного аппарата – аккумулятор всего на 1000 мАч. Самое привлекательное в телефоне New Chocolate BL40 – это его внешний вид. Достойный подиумок корпус в сочетании с отличным по разрешению и качеству картинки экраном. Ничего удивительного, что именно этот аппарат стал официальным телефоном Volvo недели моды в Москве. Такие модели нужны людям. Стоимость аппарата – 25 тысяч рублей. Дорого. Но не забываем, что это бизнес-телефон. Люди мира, вы готовы? Начинаем разыгрывать мать! Итак, эта материнская плата достанется автору самой интересной, правдоподобной или просто прикольной истории, которая приключилась с вами и вашим гаджетом. Кроме этого, в истории вы можете описать, как и когда ваш гаджет вас вручал. Обязательно указывайте производителя и модель гаджета. В конкурсе могут принять участие только VIP-подписчики и премиум-подписчики. Свои истории оставляйте на втором уровне к первому комментарию. Если вы разместите вашу историю в комментарии первого уровня, то ваш комментарий удалят. Ну а после того, как мы разыграем мать, как бы страшно это ни звучало, мы перейдем к розыгрышу Иксбокса. Вот такие у нас планы на будущее. С вами был Инспектор Гаджет. Помните, я докопаюсь за правдой. Чмоки! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok